Днем и ночью Здравствуйте, программа городовая. Мне фонари светят в окно и спать невозможно. Помогите, пожалуйста, возобраться с этим вопросом. Ратная улица находится в юго-западном административном округе Москвы в районе Северная Бутова. Она проходит параллельно МКАД между Старобитцевской и Куликовской улицами. Дом 10, корпус 2, панельное 14-этажное шестиподъездное здание, построенное в 1992 году. Здрасте. Здрасте. Иван Алексеевич, ну рассказывайте, что же за проблема? Да, значит, проблема в том, что вот неделю назад у нас перед домом футбольное поле есть. Вот неделю назад установили 4 светильника. И они прямо установили таким образом, не поле светят они, а прямо в моем окне. Окно, вернее, у меня одно в комнате. И такие мощные светильники установили, что прямо всю ночь они светят, и комната как днем. Как свой свет даже выключаешь, и можно не включать свой свет, а экономить, да. Экономия получается. А желания как в детстве не было? Срогатки. Честно сказать, было. Ну, это, боже, раз не то. Шутки шутками, а проблема действительно серьезная. Яркие прожекторы лишили пенсионера отдыха в ночное время. Причем переживает Иван Алексеевич, в первую очередь, не за себя. Его супруга инвалид первой группы. Женщина с трудом передвигается, кроме того, страдает нарушением речевого аппарата. И здоровый сон ей просто необходим. Кто отвечает за прожекторы на спортивной площадке? И, следовательно, к кому в нашей программе обратиться за помощью? Побеседовать на эту тему мы решили с главным инспектором Объединения административно-технических инспекций города Москвы Константином Боровковым. Если это освещение городское принадлежит, ну, будем так говорить, принадлежит МОСвету, то, естественно, надо обратиться в МОСвет. И они произведут замер в своей лаборатории, специализированный уровень освещенности в квартире заявителя. После чего, если этот замер превысит определенные нормативы, будут какие-то приняты меры. Или развернут светильник, или... Можно закрасить. Но здесь вот какой нюанс. Это не относится к городскому освещению. Это конкретные прожекторы, которые стоят на углах фока. То есть такое ощущение, что их кто-то туда доставил. Возможно, да. Они были поставлены по определенным обращениям жителей. Потому что освещение спортивных объектов довольно высокие требования предъявляются к этому освещению. И в соответствии с этим, та организация, в чем виднее находится это освещение, например, балансодержатель территории, ГУИС района, должны принять меры для того, чтобы устранить эти нарушения. Тот же день мы связались с ГУИС района Северная Бутова. И по нашей просьбе они согласились помочь в решении данной проблемы. Но будет это только завтра. А пока... Что такое здоровый сон? И чем чревато для организма человека его нарушение? За ответами на эти вопросы мы приехали в эдакое царство Морфея, в институт сна. Роман Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, я готов? Пройдемте. Прям как в медицине. Я сегодня хочу побыть в роли, что называется, подопытного кролика, чтобы проверить все на себе. Можем ли мы это сделать? Можем вполне. Мы проведем специальное исследование под названием полисомонография. Когда мы наденем на вас массу датчиков, которые, в частности, могут посмотреть, как вы спите. Правда, придется при этом задержаться у нас в отделении. То есть я буду спать? Да. Сейчас на меня устанавливают 18 всевозможных датчиков. После чего уложат в мягкую постель, и моей главной задачей будет крепко заснуть, как этот розовый поросенок. Работа, что называется, не бей лежачего. Спи себе на здоровье, ни о чем не думай. Помнится, мне даже начал сниться какой-то сон, но досмотреть до конца мне его было не суждено. Мощный луч света ударил в глаза. Доброе утро. Когда мы включили свет и направили вам его в лицо, вам как-то это было не очень хорошо, и вы достаточно быстро проснулись. Это как раз говорит о вредном, если так можно, воздействии света в ночное время. Если любое млекопитающее лишать сна, оно в конце концов умирает. Понятно, что человек все-таки не то, чтобы мы его на сильно лишаем сна, и как-то он спит, но он спит хуже. А во сне происходят все восстановительные процессы. Процессы накопления энергии, которые человек потом расходует днем. То есть если днем это как бы некий оркестр, который играет, то ночью это дирижер, который настраивает отдельные инструменты, что днем потом слаженно играть. Специалисты уверяют, если бы данные прожекторы входили в общегородскую сеть освещения, таких бы проблем не возникло, так как есть четкие нормативы, которым должен соответствовать светильник, и под каким углом наклона его необходимо вешать. Поэтому руководство ГУП «Моссвет» разработало и уже начали реализовывать специальную программу по освещению детских и спортивных площадок. Георгий Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Ну, какие работы проводите сейчас? В данный момент проводим работы по регулировке высоты светильников, угла наклона, по просьбе жителя. Освещение, которое было установлено ранее, мешало ему квартиру светиловую. И сейчас сделали все в установленном порядке. Никому теперь не мешает. По просьбе москвичей реализуется программа по освещению спортивных площадок. В данном случае на время пропадает возможность заниматься активным спортом, активным отдыхом. Поэтому мы идем навстречу жителям Москвы и занимаемся программой освещения данных спортивных площадок. Проще говоря, около каждой спортивной площадки вскоре появятся дополнительные опоры света. В результате у местных жителей пропадет надобность просить местные управы прикрепить им несколько дополнительных прожекторов. Завершить все работы планируется в 2014 году. А правда ли говорят, что эта система освещения будет интеллектуальной? Да, система она интеллектуальная в плане включения и отключения автоматического, потому что поступают уже жалобы жителей Москвы на постоянное горение освещения на спортивных площадках, которые мешают, соответственно, ночью отдыхать жителям. В этом плане ведется работа по установке шкафов управления на освещение на спортивных площадках, которые предусматривают собой включение освещения по времени. То есть до 23 часов у нас будут в спортивной площадке освещаться, далее в ночное время они отключаются. Иван Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, пойдемте, будете принимать работу. Ну что ж, как вы и просили, фонари опустили вниз. Теперь они ни в одно окно дома номер 10 не светят. Только на поле. Сейчас, видите, работники доделывают последние, докручивают последние гайки, прикручивают последние провода, что называется, подводят электричество, чтобы оно по ночам не работало. Только до 11 вечера. Вы рады? Да, рад очень. И вам большое, огромное спасибо. Просто без вас, как можно сказать, никто ей не шевельнулся. Ну, самое главное, высыпайтесь. Здоровье. Да, вот, самое главное. Самое главное, чтобы ночью был здоровый сон, а днем уж и так свет есть, не страшно. Да, да, спасибо вам. Еще раз, хорошо, спасибо, до свидания, обращайтесь еще. Да, спасибо вам большое. Продолжение следует... Мы так же, как и вы, хотим, чтобы жизнь в нашем городе стала еще комфортнее.